Последние годы городские власти регулярно критиковали за дефицит зеленых зон в Барнауле. Исправить ситуацию чиновники взялись совместно с учеными Алтайского госуниверситета. Последние разработали концепцию комплексного озеленения города под названием «Новая зеленая волна». Едва ли не главная мысль, деревьев и кустарников должно быть много, и они должны быть правильные. Мы хотим предложить аборигенные виды растений, неприхотливые, которые могут быть использованы широко в озеленении, и поскольку стиль «Новая волна» им требует идеологических подходов, и это должен быть экономически выгодный посадочный материал. Это во многом должно исправить ошибки озеленения последних трех десятков лет. Так, возможно, однолетних цветов, на которые каждый год тратят большие деньги, станет меньше. Зато станет больше парков, причем они должны различаться тематически для отдыха, для спорта и так далее. Но главный парк или зеленый сквер должен быть в 10-минутной шаговой доступности. Уголки естественной природы тоже важно сберечь. Если мы какой-то просто кусок земли возьмем и будем там создавать парк с нуля, то когда деревья дадут первую тень какую-то, потребуется 20, где-то и 30 лет. А на этом участке растут деревья, сосны, которым уже по 25 и по 30 лет. Грибков отметил, что уже сейчас важно защитить эти участки от застройщиков. Чиновники обещали подумать. Сроки разработки концепции и тем более начало работ не озвучили, но всем ясно, что это дело не одного года. Начнутся анализы, где что в городе растет, где деревьев не хватает и так далее. Для этого намерены привлечь сотни студентов и волонтеров. В целом все ученые, общественники концепцию одобрили, но посоветовали авторам, ученым АЛТГУ решить сначала вопрос о скандальной зеленой зоне на Димитрово, которую ВУЗ хочет застроить. Увы, это обращение осталось пока без четкого ответа. Пельяк, Ченков, Александр Антропов. День с толком.